Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня я бы хотела с вами поговорить про напряжённые отношения. Я часто встречаю просьбу дать некую универсальную инструкцию, как поступать в таких ситуациях или же когда вот эти обстоятельства. Но я предлагаю вам вместо поиска универсальных инструкций и поискать точку наибольшего обобщения, где вы можете видеть общие тенденции в чём-то. И вот сегодня про отношения мы поговорим как про то, что мы формируем практически одинаково как с родственниками, так с друзьями и партнёрами, так и с абсолютно чужими людьми. Давайте попробуем разобраться. Современная психология предложила человечеству подход, в котором она говорит, всё, что было в детстве, всё влияет на то, как у нас сейчас. Но я как практик вижу, что люди, которые пережили такие серьёзные травмы, гораздо более целенькие, чем люди, у которых таких травм не было. Или же люди, у которых были принимающие, добрые родители, для которых дети были целью жизни, потом в жизни не могут ни реализовать себя, ни создать семью. Так же не могут сделать и дети, у которых напротив родителей, были авторитарными, жестокими и так далее. Видите, как будто бы истории абсолютно противоположные, но эти истории как будто заканчиваются одним и тем же. Поэтому давайте предположим, не относитесь к этому слишком бурно. Это всего лишь моя субъективная точка зрения. Я вам её предлагаю для рассмотрения. Я не пытаюсь вам её навязать и не говорю, что это истина в последней инстанции. Я предлагаю вам вот такую модель. Итак, на мой взгляд, напряжённость в отношениях возникает у человека тогда, когда у него слишком идеалистическое представление о себе. Но идеалистическое представление о себе мы чаще всего не присваиваем. Мы не понимаем, что оно у нас есть. Мы готовы сказать, мы романтики, мы слишком розовые пони, мы хотели бы жить в идеальном мире. Но всё это исходит именно из идеалистического представления о себе. По поводу идеалистического представления о себе больше всего возмущаются те, у которых такой матёрый комплекс неполноценности. Они говорят, какое-то у меня идеалистическое представление о себе. Посмотрите, сколько у меня неполноценности и неуверенности. Но дело в том, что неполноценность, неуверенность – это как раз-таки следствие слишком идеалистического образа, которому человек пытается соответствовать. То есть он настолько нежизнеспособный, этот образ настолько нереалистичный, что человек всё время до него не дотягивает, не соответствует, и поэтому у него неполноценность. То есть вот это идеалистическое представление о себе порой – это не только про что-то очень умное и очень доброе. Это может быть идеалистически примитивное, когда человек не допускает о возможной существовании чего-то. Он не признает это в себе и отказывается признавать это в мире. И люди часто возмущаются, испытывают праведный гнев, но по поводу кого-то, но поступают точно так же. Вот это идеалистическое представление, идеалистически примитивное, лубочное, как я называю, представление о себе и о мире всё время создаёт ощущение небезопасности. И чем человек отдалён от восприятия реальности такой, какая она есть, тем больше у него будет, с одной стороны, боли, от соприкосновения мира, с другой стороны, претензий. В прошлом видео мы с вами говорили о поиске спасителя того человека, рядом с которым я перестану вырабатывать нечто, отравляющее меня. То есть этот человек, мой какой-то избранник или избранница, будет себя вести таким образом, что я не буду изнутри генерировать негативные эмоции. То есть он будет делать так, что я ядовитое чувство перестану вырабатывать, буду вырабатывать только счастье, благость, доброту и так далее. То есть он сможет вести себя таким образом, чтобы не раздражать меня, не злить меня, чтобы он создал мир, подстраиваемый под меня. Например, когда я буду плакать, он меня будет успокаивать, а когда я буду злиться, он меня будет останавливать, и не будет на меня злиться, в ответ будет разрешать мне делать то, что я хочу. То есть вот такой подстраиваемый мир, он проецируется в этого подстраиваемого под нас близкого, которого мы выберем. С родственниками дела похуже, потому что они данность, близкие как данность. Наши родители, тёти, дяди, братья, сёстры и так далее, и так далее. И как я сказала в самом начале нашего вот этого ролика, что их отторгающие, принимающие могут натворить немало бед с личностью. То есть те, которые слишком принимают и слишком позволяют быть вседозволенными, формируют человека, который считает, что и мир должен быть таким, и он ищет жену или мужа, такого же принимающего и прощающего, как мам. Если же родственники, родители отторгающие, жестокие, то человек попадает ещё в одну тяжёлую ситуацию, когда он злопамятен, он не прощает и назначает их такими чудовищами и щадями ада. И в этот момент он перестаёт в себе узнавать то, чем он похож на этих чудовищ. То есть он в себе эти качества не узнаёт. Ему надо себя обелять, и всю свою плохость он начинает хранить у родственников. С родственниками понятно более-менее про… Даже у меня где-то есть видео про травму отвержения, про отношения с родителями, посмотрите. А вот эти выбранные близкие, про которые был прошлый ролик на прошлой неделе, когда мы ищем того самого, рядом с которым мы не будем ядовитыми, они становятся одновременно для нас спасителями и мучителями, они становятся нашей навязчивой идеей фикс. И встречаясь с ними, мы тут же попадаем в ситуацию, когда мы принуждаем себе жертвовать, принуждаем себе подстраиваться для того, чтобы заполучить. То есть это такое завлечение к себе в сети для того, чтобы потом разрешить себя наглеть и разрешить уже предъявлять претензии, требовать что-то для себя. И у людей, у которых слишком идеалистическое представление о себе, значит слишком идеалистическое представление о мире, значит слишком идеалистическое представление об отношениях, они попадают в ловушку. То есть с одной стороны они пытаются показаться лучше, чем они есть, они стараются, они делают всё слишком, слишком подчиняются, слишком угождают, слишком много делают. И вот это слишком они разыгрывают для себя, для того, чтобы получить в полную власть этого второго. Но это самопринуждение ради собственных интересов не воспринимается как самопринуждение. Кажется, что ты делаешь для другого, не для того, чтобы этот другой попал в твою власть и дал тебе то, что надо, а для другого. Как будто эгоистичные вот эти вот моменты, потребности, они стираются. И поэтому человек все время кажется себе мучеником с этим вторым, который стал его навальчивой идеей фикс. Доходит до маразма, когда люди в переписке, клиенты мне рассказывают, появляется, например, ухажер, который говорит, все, ты та самая девушка, и через 10 минут он уже проклинает и говорит, нет, ты ища диада, потому что эта девушка себя повела как-то так, что этот мужчина испытал негативные чувства. То же самое и наоборот. Тут не дело в мужчинах, девушках. То есть вот этот вот поиск себя идеального через вот этого выбранного другого делает его одновременно божеством, который придет и мне наступит счастье, и в то же время навязчивая идея фикс становится мучителем, ради которого сразу начинают менять себя. И чем больше человек, вот многих людей нет понимания, что надо меняться изнутри, а не создавать из себя дрессированное животное, которое себя правильно ведет в определенных ситуациях. Потому что на этом дрессированном животном далеко невозможно уехать. Все равно будет срыв, все равно ты будешь себя вести естественно, скажем так. Поэтому здесь не про то, как себя надо вести, а тут именно работа над внутренним миром, когда ты добреешь, уминеешь, когда ты учишься быть вместе. Аналогичное происходит и со случайными близкими. Со случайными близкими мы чаще всего сразу определяем, кто из нас главный. То есть или же высокомерие мы испытываем по отношению к ним, или же мы в подчиненном состоянии. Очень хорошо это можно рассмотреть на отношениях с таксистами, официантами, мастерами маникюра и так далее, парикмахерами и так далее. То есть с этими случайными близкими как будто тоже происходит вот это понимание, кто главный, а кто нет. Но за счет того, что я плачу, или ты мне должен, или я прав и так далее. В чем главная мысль этого ролика? Я хочу вам показать, что на высокой ступени обобщения Личность, которая зациклена на себе, которая заперта в себе, которая не познавала этот мир, не выработала реалистичное представление о нём, или же потому, что у него был мир какой-то искажённый, или же потому, что мир был слишком тепличный, эта Личность остаётся не сепарированной, не отдельной. И у этой Личности всё время происходит халам-балам в отношениях тоже. Она другого не может воспринимать как другого. у другой — это всегда такая определённая еда, которой ты или же подчиняешься, чтобы потом она дала себя съесть, или же которую ты пытаешься есть сразу. И у несепарированной Личности из-за вот этого перемешения внутреннего, внешнего, прошлого, будущего, настоящего, фантазии и реальности, у такой Личности как будто единственным мерилом является её чувство. Чувства для нас важны. Но, например, если другой мне не хочет подчиняться, и я испытываю от этого боль, то было бы неверным, ошибочным назвать это «ты мне причиняешь боль». «Ты мне причиняешь боль тем, что ты не хочешь мне подчиняться». Вот это было бы более точно. А у человека нет понимания, что «ты мне не хочешь подчиняться», потому что из-за того, что его границы размыты, его мир размыт, другой любым несоответствием тут же причиняет боль. Поэтому субъективная Личность, которая не сепарировалась, не стала отдельной, не приобрела представление о себе реалистично, это всё равно-равно-равно, она будет в отношениях всё время напряжённые. Это будет для неё такой ад. Это всегда будет или восприятие себя как жертвы, «вот как я себя отменяю», или же восприятие себя как жертвы, «вот я сколько жертвовала, а ты мне этого не даёшь». И это всё время будет заряженное отношение. То есть в отношениях с людьми как будто не будет опции проговорить и найти компромисс. Это всегда или терпение, или вымогание того, что я хочу, и только так, как я хочу. То есть фактически даже если ради другого жертвуют, то взбивают такую перину, на которой потом собираются спать. И несмотря на то, что человек как бы избыточно жертвует, отдаёт, старается и терпит, он это воспринимает как собственный такой подарок другому, но на самом деле это игры разума. На самом деле это игра с самим собой для того, чтобы в конечном итоге получить того самого желаемого другого, который будет тем самым, который будет подстраиваемым, безопасным и хорошим, потому что он будет мне должен. И поэтому я наконец-то смогу разрешить себе наглеть. Я могу разрешить себе вседозволенность. То есть вот эта грань, за которой человек жертвующий и хороший, потом нормальный, а потом внезапно становится уже исчадим ада, который требует, обвиняет, качает права и так далее, у таких людей мгновенный переход в эти разные состояния. И поэтому отношения напряжённые. То есть если мы человека воспринимаем отдельно, таким, какой он есть, себя таким, какие мы есть, то избыточного эмоционирования в отношениях не будет. Не будет. Избыточное эмоционирование только когда другой уже часть моего мира. Даже самый близкий, даже мама, даже супруги и так далее, и так далее. То есть вот эта несепарированность, неотдельность, идеалистическое представление о себе, оно не позволяет быть вместе. Человек всё время воинственный и одновременно страдающий. И быть вместе, вот я очень хорошо на группе «Сталкер», кстати, приглашаю вас на нашу группу «Сталкер», психоаналитическая группа, где мы на практике все эти знания пробуем. Вот я вижу, как люди, которые только что пришли, как у них к группе такое потребительское отношение. Для меня, мне, мне что-то интересное, вот я, вот у меня. Всё время хочется говорить о себе. И в какой-то момент человек, преодолевая свою субъективность, начинает учиться мыслить, как исследователь. То есть он уже пытается понять общие тенденции, пытается вместе с группой начинать исследовать какие-то процессы. И он делает этот вклад в группу, вместе с группой, и ощущение, что ты умнеешь, потому что ты вышел из этого узкого мирка, в котором ты живёшь как в аду, потому что всё тебе причиняет боль, всё тебя раздражает. Единственная возможность выстраивать отношения — это бесконечно терпеть. Итак, дамы и господа, попробуйте вы в своих комментариях или в своих тетрадках, если вы не пишете комментарии, написать, что такое быть вместе, действительно вместе. Вот я слушаю историю своих клиентов и вижу, что они живут там десятилетия, как бы вдвоём, но они не вместе. Как они работают вместе, но не вместе. Вот что такое для вас быть вместе? Можете выбрать любую сферу с близкими как данность, с выбранными близкими или со случайными близкими. Вот что такое быть вместе с таксистом, с которым ты едешь, или с официантом, который тебя обслуживает в ресторане. Попробуйте поразмышлять на эту тему и написать это. Напоминаю вам, что есть ещё видео для спонсоров, которое выходит по вторникам. Там будет продолжение этого ролика. А также уже делаю анонс. В апреле будет «Школа мышления». Я её назвала «Умнеть». Будем исследовать, как с помощью освоения эмоционального интеллекта повысить свой ментальный интеллект. Ставьте лайки, если понравилось видео, в комментариях плюсики или сердечки, если вам было полезно. А я с вами прощаюсь. И до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!